Танк Получилось это сделать Это действительно был Тяжелый момент При котором Было задействовано очень много людей К сожалению у нас тоже были Трехсотые в определенный момент Но слава богу не сильно Тяжелые И у нас эта операция Тоже не везде гладко было Но мы смогли это сделать И я очень рад что Это смогли сделать именно При участии нас белорусов Ну за время Как мы последний раз виделись Много чего изменилось Я ушел из полка Кастуся Калиновского и уволился с ГУРа Четыре месяца был на гражданке Ничем не занимался Дома сидел Скажем так отдыхал Потом оформился В 225 окрома штурмовой батальон И стал заниматься Своей работой Непосредственно по технике По эвакуации техники По трофейке По ремонту Ну и все что короче связано с техникой Первой задачей стал выполнять В 225 окром штурмовом батальоне Когда уже ребята зашли на Авдеевку Вот Скажем так Тяжелые там бои были Ну вот После этого Мы небольшое время пробыли На укомплектации И потом Зашли на Часов Яр Где Успешно На мой взгляд Наш батальон Держит свои позиции Тяжело Очень тяжело нам Но мы держимся Почему получилось так Что В таких тяжелых направлениях Потому что Наш батальон Он хорошо себе зарекомендовал И поэтому У нас особое Скажем так Доверие командования К нашему батальону И наш батальон Поэтому Находится в тех местах Где другие не могут находиться Ну вот И мы с этими задачами Справляемся Тяжело конечно Но Нас Командование Сухопутки Хорошо поддерживает Командование На то что Вот у нас есть Белорусское подразделение В 225 окром штурмовом батальоне Восприняло Очень позитивно И хорошо И Слава Богу Это дает Свои результаты Мы Показываем Феноменальный результат Командование Это видит И ценит И мы Выполняем задачи Которые Довольно таки Сложны Ну вот И за это Собственно говоря Нас и награждают Скажем так Все белорусы Которые сейчас есть В батальоне Они все как раз И находятся Как скажем В нашем подразделении Тур Это Мы так назвали Тур танкисты Потому что Мы занимаемся Непосредственно Танками И тяжелой техникой Вот И все белорусы Которые Есть в батальоне Они как раз Находятся В этом подразделении Это моя работа Находить Подбитую технику Орков Технологии Дроны БПЛА Судный день День ФПВ Обратно И вот сейчас активно Мы стали внедрять Комета 8 Которые находим В подбитых кабах Ну в кабах Которые не разорвались Находим кометы 8 Мы их ставим на свои дроны Кто не знает Комета 8 Это плата Которая Ну когда ставишь ее на дрон Его сбить с рэпкой Практически невозможно Он переключается между каналами Там 8 каналов И переключение происходит Практически мгновенно И поэтому дрон посадить Каким-то Рэпом Либо Рэром Ну практически невозможно Ну хотелось бы рассказать Наверное Один из самых Крутых Операций Которая была проведена За все время войны Мною И мы достали Уникальную технику Т-90М Прорыв 3 Не сгоревший Целый У него было попадание В двигатель Ну двигатели Ремонтопригодные Танчик был подбит В конце 22 года В начале 23-го Третьей окремо-штурмовым батальоном Вот Он больше года там стоял Много людей Его пытались вытянуть Я лично 8 месяцев На протяжении 8 месяцев Возвращался к этой теме По поводу планирования Как его вытянуть На протяжении 4 месяцев Мы ждали подходящей погоды Погода должна была быть Туман Туман Сильный ветер Для того чтобы Именно Нас не смогли Подбить ПТРКшники И накрыть артиллерия Был момент Мы сами Только с третьей попытки Смогли его достать Были у нас там Конечно И нюансы Что и Мы решили попробовать В сильный дождь И ветер Но из-за сильного дождя Дороги все размякли И это превратило в жижу И просто мы Не смогли потянуть этот танк Мы по чуть-чуть По чуть-чуть Его передвигали Ближе к нашему Ну скажем так На выезд Вот И ну С четвертой попытки У нас получилось Его вытянуть Танк этот очень Довольно таки уникальный Потому что Т-90М прорыв 3 Их всего там Вроде как было выпущено В районе 20-22 штук И в Украине Это первый затрофеянный Т-90М прорыв 3 Который целый Именно что с целым оборудованием И который ремонтопригоден И ну это довольно таки Ну крутая находка Крутой трофей Который мы сейчас Передали в ГУР В 10-й департамент На изучение Нам как раз обещали Что чтобы наш Боездатность нашего батальона Не упала Потому что мы планировали Его поставить на ход И воевать на нем Но чтобы у нас Боездатность нашего батальона Не упала ГУР 10-й департамент Обещали нам выдать 4М113 И БРЭМ1 Вот Вот был случай Когда ворки Неплохо так посмешили Мы с ребятами Вывозили десант На позиции И так получилось Что немножко Неправильные были Ориентиры Мы проехали позиции Где должны были десантироваться И практически Вплотную подъехали К позициям орков Орки Взяли Зарядили РПГ-7 Вот Один стал Стрелять А второй Стал просто За трубой Произошел выстрел Его контузило Он отключился Когда там Пару минут Чувства приводили Привели в чувство Он потерянный Пошел там Куда-то Подошел К своему блиндажу Его оттуда выгнали Он потом Ходит Сам стреляет В сторону своих То есть Ну Довольно-таки Забавный случай Который нас повеселил Защитникам Украины Ну Что я пожелаю Пожелаю Что будет Три основные проблемы Которые у нас сейчас есть Они Все-таки Как-то решились Это первая проблема Это обучение То есть И вам рекомендую Ребята Все свободное время Посвящайте обучению Вот Повышайте Уровень подготовки Своей Вторая проблема Обеспечение БК Я надеюсь Что Благодаря нашим Партнерам Зарубежным Эта проблема Закроется И Все БК Которое Передается Европой Будет Скажем так Поступать туда Куда Где оно Действительно Надо А не Оседать Там В каких-то Других местах Ну и Третья Главная проблема Это Адресую Вышестоящим Чинам Что Ребята Может быть Пора Задуматься О будущей Своей страны Своей Будущем Своих детей И внуков И Прекратить Набивать Себе карманы Я конечно Имею ввиду Не про всех Но Все мы Прекрасно Понимаем Что У нас Есть такая Проблема И Я просто Взываю К совести Тех людей Которые Скажем так Забыли Для чего Мы вообще Воюем И Подумали О своих Детях Внуках Которые Хотели бы И думаю Хотят Жить в свободной Украине А пули Свистят Пули Жерард Сидит В окопе Никого Не осталось Сидит